итак ребят всем привет сегодня у меня очередной выпуск и выпуск будет связано снова с монетами за окном у нас до сих пор зима сидим ждем когда же у нас наступит сезон и очень часто задают вопрос когда же сами ты запилишь видео по именно патинирование медных монет и все же я сегодня решился на взяться за это грязное дело как раз у меня монеты подошли все монеты медные которые я за сезон откопал я почистил наконец-то получилось в принципе довольно таки неплохо ну и все разом я покажу то что я сегодня почистил и покажу как правильно нужно патинировать вопрос в том что патину наносит несколькими видами легким видом это способ патинированный при помощи серной мази и именно медным купоросом с марганцовкой разница в этих способах лишь одно здесь нужно иметь опыт серная мазь хороша тем что ей может воспользоваться любой быстрый метод но к сожалению опыт нужен в том что нужно чувствовать если вы серную мазь нанесете на нее монета будет просто-напросто черная некрасивая патина а именно медным купоросом если вы делаете то там попроще тем что нужно именно состав смесь делать такую именно весовую делать будем по граммам как я вам сегодня и покажу и расскажу сколько грамм медного купороса сколько марганцовки сколько воды сколько нужно греть и все прочее сегодня и об этом все вам расскажу вот и наконец-то пришло то самое время когда я именно буду этим делом заниматься а сюжет будет достаточно интересно и думаю много времени не займет буду вырезать обрезки делать склейки чтобы было наглядно и понятно не буду затягивать именно с этим есть повторюсь несколько видов патинирования это серная мазь и медный купорос серной мазью я думаю вопросов ни у кого не возникает думаю видео по поводу этого вида вам рассказывать смысла нету а вот медный купорос есть что показать чему поучиться так что сейчас будем приступать именно составлять вот эту вот нехитрую смесь именно марганцовка медный купорос вода и естественно нагрев нагрев будем тоже осуществлять наверное все таки на паровой бане так что смотрим и так ребята будем использовать вот такой вот медный купорос он бывает в разных упаковках найти его очень легко находится в разделах именно где связано продажа растений и для огорода также марганцовка марганцовка тоже в разном виде бывает фасуется она в основном 10 граммовые такие вот пакетики будем использовать вот такие вот весы для того чтобы нужно правильную консистенцию делать ну и естественно понадобится вода но сейчас все подробно для начала возьмем марганцовку весы включаем обнуляем нули и высыпаем на чеплашечку 3 грамма марганцовки все 3 грамма марганцовки есть и теперь берем пакетик с медным купоросом и насыпаем его туда же 30 грамм то есть вот есть небольшие миллиграмм граммы у нас переборщились но и ничего страшного 3 грамма получилось марганцовки и 30 медного купороса и все это засыпаем в пол-литровую баночку с водой все это тщательно перемешиваем и получается фиолетовая субстанция и так ребята будут у нас в эксперименте испытываются три вида монет отобрал их специально именно так первый вид будут старинные монеты которые у нас 17 18 век есть небольшие дефекты вот видите почищена до чистого металла но имеется темные пятна их к сожалению мне удалить не получилось монетка в принципе зачетная старенькая посмотрим что получится также я взял монетку более менее такого приличного сохранщика рельеф четкий но как видите имеется вот такой недостаток темное пятно следующие монетки были убитые посмотрим что получится с убитых монет это у нас две копеечки 1799 года павел 1 монеты убитые имеются раковины пятна рельефы не высокий в общем вот такая монета и посмотрим что у нас получится на эксперименте также взял монетку вот такую александровскую она у нас тоже имеет дефекты то есть рельеф практически отсутствует имеются темные пятна в общем вот такая монета их их я беру специально для эксперимента для наглядности а то у некоторых смотришь у них монеты просто в шикарном состоянии ну и напоследок будут вот такие экспериментируемые монетки последнего николая сохран я скажу просто шикарный вот и для эксперимента я их тоже возьму это пятачок и трешечку как вы видите все монеты у меня до чистой меди без болячек так что и я думаю все у нас будет с опытами нормально так что сейчас эти монетки я буду сушить обезжиривать обязательно посмотрите как я это делаю потому что это одно из важных мероприятий именно в патинирование а раствор ребят посмотрите какой получился едкий просто кислотный сейчас мы переливаем в кружечку немного и ставим на правую баню и смотрим на наш результат итак ребят на плите у меня стоит ненужная сковородка такие вещи довольно таки всегда нужны вот беру нашу вторую порцию вот такая вот кружечка и внутри я налил нашу марганцовку и ставлю все это на водяную баню почему именно на водяную баню потому что более эффективно будет если температура на такой бане будет 70 80 90 градусов некоторые делают прямо ставит кружечку непосредственно в на огонь это вся жидкость закипает здесь происходит очень сильные выделения и они у нас извините меня очень вредно для здоровья на водяной бане это более менее будет щадящий для своего организма и также для монет вот единственное что здесь немножко будет побольше эффект залегания монет обычно несколько секунд держит когда непосредственно прямую на огне а здесь у нас будет наверное 5-6 минут на водяной бане так что сейчас ждем к пока вода закипит здесь у нас температура будет а 70 90 градусов и уже непосредственно будем закидывать наши монетки и так ребят пока у нас паровая баня или водяная баня готовится я наши монетки забросил вот в такую вот жидкость и жидкость у нас это ацетон обычный ацетон ацетон имеет свойство высушивания и обезжиривания и примерно минут 5-10 они должны пролежать в ацетоне потом вынимаем они высушиваются и забрасываем в наш раствор медного купороса взял нашу баню и забрасываем да ребят кстати после того как время у нас прошло не контактируйте монетки с пальцами потому что снова останутся на них пот и жировые отпечатки и патина может лечь не ровно так что все делайте в резиновых перчатках или же при помощи пинцета у нас уже приготовил состав правой бане вода закипела монетки сейчас обессушиваются станут совсем сухие и мы забросим сюда бросили у нас для последнего цикла который вода закипела газ убавляем чтобы поддерживать нас здесь температура 70 80 90 градусов берем наши монетки и забрасываем и так ребят кружку у меня в объеме маленькая так что я буду монетки забрасывать по 2 монетки берем сначала убитые монетки забрасываем старайтесь так положить чтобы они у нас не накладывались одна на другую все забросили включаем секундомер и ждем наверное минутки две достаем промываем и смотрим на результат и так ребят по истечении двух минут произошло у нас следующие с монетами в некоторых местах стали появляться зеленые а также темные очаги вот на этой вот монете вообще видно очень здорово темные очаги это по всему диаметру коричневые с этой монеты у нас вот происходит иначе здесь сначала зелень образуется а потом темнота в принципе идет процесс я вам просто хочу показать как это осуществляется за какие секунды в данный момент у нас монеты пролежали ровно 2 минуты 120 секунд так что бросаем еще монеты и включаем секундомер и ждем какие будут результаты и так монетки я забросил снова это у меня будет в единственном виде когда я буду по секундам вам показывать остальные процессы буду просто результат 2 минуты они у нас пролежали сейчас я забросил еще на две минуты и и поэтапно посекундно вам буду показывать рассказывать что происходит с этими убитыми монетами итак ребят прошло еще две минуты достаю и смотрим за две минуты ребята на петровской ой павловской монете у нас изменение практически не изменилось вот цвет немножко поменяла и здесь появились больше очагов темных александровская монетка у нас практически потемнела с одной стороны с другой еще пятна есть так что можно смело заброшить свои монетки наши на пять минут если меня вот такой вот крест жалкополомный на нем очень сильные наросты если вам любопытно я вам могу показать что у меня получилось с этим крестом но это либо в следующем выпуске либо в конце пока если любопытно рисунок и все прочее можете подождать или же в следующем видеоролике я вам покажу когда буду итак ребят закончил я свое патинирование в общем в принципе долго у меня ушло времени где-то примерно одну монету уходила по 20-25 минут монеты повторюсь были убитые и из убитых монет в принципе вот так и вот пати налегла ничего конечно интересного нету темная коричневая патина сейчас я вам еще один покажу метод сейчас мы это делали при помощи водяной бани но многие делают и на открытом огне то есть при помощи варки в медном купоросе ну который сейчас буду метод показывать он вреден тем что все осуществляется на открытом огне большие идут испарения вот и он вреден если вы чувствуете в горле имеется привкус сладкого это означает то что вы на дышались и вам необходимо все это делать при помощи вытяжки или же на открытом воздухе вот так вот получился в принципе ну я считаю более менее нормально но есть куда попроще и побыстрее методы сейчас один из этих методов я вам покажу ну а для начала хочу еще вот что показать одновременно я еще занимаюсь чисткой медно-никелевых монет монетки у меня получаются вот такие зачетные классные если вы видите просто зачетные без красноты какой-либо и всего прочего вот из таких вот монет монеты в основном все вот такого-то образца вот с таким налетом ужасные неприятные монетки и в итоге у нас получается вот такие если вам интересно отпишитесь в следующем видео я запилю как я делаю медно-никелевые монеты именно без красных пятен без оттенков и все прочее получается приятные монетки никакого налета на них красного нету и монеты достойно выглядят приятно посмотреть вот на такие вот монетки ладно сейчас покажу вам метод который в основном все испытывают при помощи варки в медном купоросе и буду испытывать именно вот такие вот монетки будет интересно смотрим итак ребята жидкость у нас уже поднагрелась и забрасываем наши монетки в эту жидкость и ждем итак ребята подводим итоги нашей патернировки вот такая вот монетка 5 копеек 1911 года осуществлялась варка именно этой монеты очень быстро патинировалась чем марганцовки больше и держите монету дольше в растворе она становится черной в данном случае мы подержали всего на всего 5 минут и монетка стала такая темная шоколадка в принципе зачетная довольно таки приятная лучше чем чистая медь следом у нас такая же была монета тоже мы ее осуществляли варку именно варку и получилось довольно таки приятно тоже остальные монеты у нас были варились даже не варились а на водяной бане очень долго они у меня находились там 25-30 минут процесс очень долгий был и консервация у нас осуществилась именно вот таким вот образом не очень-то и больно качественно но монеты все-таки приобрели свой неповторимый красивый вид вот такие вот монетки и последняя была вообще убитая как алик но патина немножко скрыла эти недостатки вот такая вот монета ну и конечно сейчас фотографию на обложку пойдемте сейчас я вам кое-что покажу в ванной комнате а здесь ребята у меня творится чудо вот такая вот здесь чудовищная грязь немножко я развел здесь грязюку ну здесь творится история чудо и хочу показать вам как это все происходит хочу показать как я некоторые вещи довожу до такого состояния чтобы можно было приятно посмотреть и сейчас наглядно вам демонстрирую использую я жидкость вот такую вот именно такой рекомендую именно желтый белый сейчас я вам покажу вот такой вот белый совсем к чистке не подходит хоть они вроде бы как одинаковые абсолютно но белый не подходит это я вас предупреждаю именно вот такой желтый или же вот такой вот горлышко должно быть фиолетовое это как рекомендация очень много очень много я опытов делаю для того чтобы вы не ошибались на моих ошибках чтобы учились и сейчас я хочу показать что у меня происходит с такими вещами как вы видели налет на ней был ужасный очень грязный даже никаких не просматривалось рисунков сейчас же у нас происходит прямо на глазах преображение и немножко делаем чудо вот такой чудесный крест у нас появляется вот такое чудо с другой стороны пока ничего не просматривается но силуэтов вроде никаких нет вот здесь большое обилие святых один два три три точно вижу ладно вот такое вот у нас чудо происходит конечный результат я наверное вам не покажу но промежуточный как сполоснул я вам продемонстрирую что у меня здесь происходит итак ребята и последнее что хочу вам показать это конечный итог именно после того как мы запатинировали они у нас немножко просохли и можно поднять рельеф каким способом и как я вам сейчас расскажу вот монета после патины обычные после патины я ее протер пыль с нее остер который образуется и потом следующий этап поднятие рельефа рельеф я поднимаю вот таким вот образом слегка и монетки в принципе получаются неплохие но это как на любителя рельеф поднимаем и видно такой старый эффект монеты то что монета как бы только что была в обращении особенно это нужно делать такие монеты которые имеют низкопрофильный такой характерный рисунок в данном случае как вот эта двушка подняли немножко рельеф и стала уже монетка более-менее симпатичной выглядеть играть вот именно на солнышке и монеты приятно брать смотрите какие хорошенькие красивые наношу поднятие рельефа и при помощи двух средств это все зависит от монет это я при помощи вот такой вот бархотки или же вот такой вот медной щетки последнее время я перешел именно вот на такую медную щеточку вот ей хорошо тем что волоски медные проникают именно в такие недоступные места и вычищают так шикарно что монеты просто кажется как будто это какой-то новодел монеты очень приятно выглядит вот небольшой секрет я вам рассказал что чем я еще поднимаю рельеф могут поднимать конечно при помощи соды то же самое кажется соды разводят и подушечками пальцев растирают но стирается именно слой патины здесь вот в данном случае слой патин остается и просто немножко шлифуется и поднимается тем самым рисунок и монеты приятно выглядит видео немножко затянулось потому что очень хочется вам рассказать интересных сюжетов как я работаю и все прочее сейчас я вам покажу в конец в конец то что у нас получилось непосредственно с нашим крестом сейчас я его сплосну и посмотрим ну и напоследок ребят хочу вас порадовать вот таким вот сюжетом сами видели в каком состоянии он был я его слегка почистил нанес небольшую патину поднял рельеф и этот крест заиграл вот такими вот красками очень приятная такая вещица стала очень люблю я заниматься вот именно такими вещами была у меня еще одна находка тоже вся была окаменелая чуть просто на пусты не выбросил поднял я его на шурфе из трех створок створки были тоже разбитые в таком же налете как и этот крест и получилась после реставрации вот такая вот красота приятно вот такие вот вещи держать в руках и находить ну и все на этом я и закончу на этой приятной ноте будем сейчас с вами прощаться и так ребят на этом я и буду заканчивать свой видео обзор моих монет как я сегодня наносил патину при помощи марганцовки и медного купороса надеюсь вам этот метод понравился он достаточно легкий легкий но немножко стоит внимание уделить приготовлению так что думаю вас заинтересовал этот метод кто не знал вот а пользовался серной мазью этот метод очень хороший потому что можно патину наносить именно такую какую вы хотите вот и еще хочу сказать задают много вопросов когда я видели когда я наносил патину по серной мази вот серная мазь должна впитаться в монету вот затем это излишки мази нужно удалять вот и когда она перестает рисовать вот по истечении двух дней только после двух дней можно ее консервировать так что обратите на это внимание ну и все наверное закончу свою болтовню надеюсь полезная информация для вас была именно связана с патиной так что следующие сюжеты будут у меня по чистке советских монет очень много вопросов также возникает что при чистке монет получается очень много красных пятен то есть выявляется у нас медь поверх алюминистовой бронзы и медно-никелевого сплава такая неприятные красные пятна вот если мелкие то можно выводить их при помощи йода вот но есть практически полностью монета красная и я думаю буду я экспериментировать делать сюжеты вот по этому поводу следующих видео надеюсь у меня все это получится и вам это будет хорошим уроком ну и все на этом и все всем пока удачи пальчик кверху за мои труды и старания так что смотрим продолжаем осмотреть мой канал удачи 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 Субтитры создавал DimaTorzok